Какова роль каждого в этой жизни? В чем смысл бытия? Как суметь найти верный путь и не ошибиться с выбором? Этими вопросами задается каждое поколение подростков. В такой период очень важно найти наставника и мудрого собеседника, который не стал бы забрасывать прописными истинами, а проникся проблемами и чаяниями, казалось бы, взрослых, но еще по сути детей. Знаковая встреча состоялась в Ильинской школе. О роли веры в жизни человека, его предназначении, поисках и открытиях, сомнениях и утверждениях с учащимися восьмых и одиннадцатых классов беседовал священник Павел Островский. Как бы мы сегодня фантазировали свою жизнь, какая бы у вас была бы работа, счастливая жизнь, она все равно будет другая, она будет реальной, но не в ваших иллюзиях фантазии. Тем более мы все уже достаточно старые, сколько вы в своей жизни фантазировали и потом видели, как это все происходит. Невозможно было обойти вниманием трагические события последних дней. Минутой молчания почтили память жертв теракта в Крокус-Сити-Холле. Батюшка известен нетривиальным подходом к общению с паствой. Оно проходило в атмосфере доверия, на понятном детям языке, глаза в глаза, без замалчивания главных тем. Еще в четвертом веке Антоний Великий говорил, что единственный путь познания Бога – это доброта. То есть очевидно, что не надо заходить к ребятам, к школьникам с укором. Вот вы ругаетесь матом, вы там блудите, вы там родителей не слушаетесь. Ну как бы понятно все, то есть батюшка до свидания. Конечно, есть определенный плюс, когда эти встречи они носят, может не слишком часто, потому что дети тоже не могут так часто раскрываться, плюс еще много других предметов есть. Но они, когда тебе уже знают, больше доверяют, начинают уже более глубокие личные вопросы, некоторые к Богу вообще приходят, воцерковляются. У ребят огромное количество вопросов, связанных с поиском пути к совершенству, значимости веры в жизни человека, неотвратимости духовного развития. Гость отвечал с немалой долей юмора, без авторитарности, как старый добрый мудрый друг. И это возымело свой результат. Дети заинтересовались и многое для себя открыли. Встреча сегодня нам дала понять, что не нужно бояться задавать вопрос. Тебе в голову может резко прийти какой-то давно волнующий тебе вопрос, который может тебя самого раскрыть с такой стороны, о которой ты еще сам не знал никогда. И обязательно же на всю аудиторию этот вопрос озвучивать. Можно просто лично подойти, спросить, услышать ответ и со спокойной душой уйти. Польза от подобных бесед необсуждаема. Слова Павла Островского, несомненно, заронили зерно в этих юных умах, а значит, кто-то из них обязательно захочет пообщаться со священником вновь. И откроет для себя путь воцерковления, веры истинной и желания жизни праведной. Продолжение следует...